еще и еще раз хочу поприветствовать вас на в это прекрасное шаббат не утро на этом месте в еврейской мессианской общине орхом и шеях где мы все вместе евреи и не евреи славим славили славим и и будем славить нашего бога амен и хочу поделиться с вами словом которое бог положил на мое сердце прежде скажу как хану касаме с праздником можете повернуться друг друга поздравить еще раз и сегодня мы сегодня мы празднуем необычный праздник он всем хорошо известный но необычный в чем же его такая необычность но самое первое что называют его по-разному у этого праздника есть много названий но если посмотреть саму историю то мы можем увидеть что этот праздник был ознаменован в честь очищения храма в честь освящения жертвенника и посвящения его храма для служения богу говорят еще перья посвящения но мне не нравится это слово я говорю что это было посвящение храма для служения богу после определенных событий в истории израильского народа и основное событие которым помнят все от малого до большого я не буду сейчас вам пересказывать историю хануккальную думаю что многие из вас знают кто не знает вы сможете это легко найти прочитать в интернете сейчас это очень просто но скажу о главном главном событии главное событие хануки это было то что когда был очищен храм от чужеземных богов когда храм должен был вступить в свое действие произошло хануккальное чудо масло которого было всего лишь на один день хватило на восемь дней пока изготавливалась новое масло для как для которого не было необходимо восемь дней на изготовление семь дней на изготовление если быть правильно то за это время все время горел горело масло и в храме его хватило бог совершил это это чудо интересное и великое чудо в нашем народе поэтому на праздник ханука как вы все знаете на протяжении восьми дней мы зажигаем каждый день по одной свече и вы видите у нас сегодня четвертый день мы зажигаем и зажгли четыре свечу свечи центральная свеча это шамаш служка и поэтому она как бы не считается вообще в восьмисвечник и так друзья если мы с вами вообще заглянем в священное описание то мы не найдем там повеление празднования хануки вы знаете это кто-то знал может кто-то узнает вновь это что-то будет новое но мы не видим там этого повеления однако скажу вам так что этот праздник является неразрывным элементом развития божественного плана направляя ход истории ход своего развития к мессии израиля и в бритха даша мы можем читать одно такое небольшое упоминание об этом празднике и так евангелие от иоанна 10 глава настал же тогда в иерусалиме праздник обновления и была зима вот это вот такие короткое предложение настал праздник обновления и была зима и что мы видим что ешуа машех вместе со всем народом он праздновал этот праздник это была неотъемлемая и есть неотъемлемая часть культуры еврейского народа что же происходило дальше и ходил ешуа в храме в притворе соломоновом тут иудеи обступили его и говорят ему долго ли тебе держать нас в недоумении если ты машех скажи нам прямо интересная ситуация происходит им еще задают вопрос в котором сокрыты все чаяния и все ожидания еврейского народа на тот период времени ему задают вопрос говорят ты мессия ты спаситель израиля ты пришел для того чтобы освободить нас от римского рабства вы знаете на тот момент история нам показывает что как раз было момент был период порабощения и ситуация могла измениться любую минуту это происходило в истории народа народ был в напряжении могло произойти все все что можно себе представить и даже чего нельзя было представить и народ это прекрасно понимал случае не не повиновению риму вы понимаете на тот период рим был очень сильной державой могло произойти непредсказуемое и народ ожидает машеха народ ожидает освободителя от врага своим врагом он считает рим и если мы посмотрим вот контекст этой истории в которой описано вот ханука и и шо то мы увидим что немножко раньше вот когда начинается это диалог иудеев с машехом происходят следующие слова он начинает говорить определенные вещи я считаю это ключевыми вещи вообще вообще ключевые понятия послания но его послание и он говорит следующее я есть дверь кто войдет мною тот спасется он говорит о том что спасение связано не с победой над внешними врагами он говорит что спасение связано с миссии далее он говорит интересные вещи в одиннадцатом стихе я есть пастырь добрый пастырь добрый полагает жизнь свою за овец никто не отнимет ее у меня но я сам отдаю ее имею власть отдать ее ими и власть имею опять принять ее сию заповедь получил я от отца моего интересные слова опять он говорит он говорит что спасение оно непосредственно связано с его смертью народ не понимает народ в недоумении как царь царь мессия и смерть в ихнем в ихнем разуме на тот период был конфликт они не понимали царь и смерть и к чему приводят эти слова они приводят тому что народ не может этого вместить он просто не способен был вместить это на тот период и от этих 19 стих говорит от этих слов опять произошла между идеями распря далее после того что народ спросил еще напрямую ты лимаши их ты тот которого мы ожидаем происходит следующее он говорит в двадцать седьмом стихе овцы мои слушают голоса моего и я знаю их и они идут за мною и я даю им жизнь вечную и не погибнут во век и никто не похитит их из руки моей и опять еще а касается ключевого вопроса вопроса жизни вечной и казалось бы иудеи они прекрасно понимают что это такое у них есть понимание вера того что человек после смерти он будет жить вечно душа остается вечной но несмотря на это они не понимают его слов почему не понимают потому что у них есть проблема у них есть видимый враг и это приводит того к тому что они хотят побить его камнями что нам показывает эта история народ не понимает что их проблема она невидимой несвободе от врага израиля народ приходит к ешоа мессии уже сформированной предпосылкой в своем сердце того что мессии должен освободить от внешнего врага но ешоа оказывает ну ешоа указывает не на последствия проблемы а на выход из проблемы для нас это друзья очень хороший пример потому что очень часто мы можем приходить богу потому что хотим решить и какие-то наши видимые проблемы так часто бывает и приходя к богу мы приходим уже сформированным пониманием того как бог это должен произвести мы говорим бог у меня есть план я уже имею в своем понимании план как ты должен это сделать я говорю сейчас не контекст спасения общего а контекст ситуации в которой мы можем пребывать мы вообще можем даже изначально приходить богу для решения наших каких-то определенных проблем приходить с пониманием того как это должно происходить и мы видим что израильский народ он понимает что мессия должен избавить их от врагов внешних он должен их избавить от внешнего рабства но смотрите смотрит ли бог так как смотрим на ситуацию мы не сам ли бог допускает ситуации в человеческой жизни и делает но это как раз для того чтобы мы оставили все наши предпосылки чтобы мы оставили все наши знания все наши понимания что нам сейчас нужно и чтобы мы услышали то что он хочет сделать у него есть план этот план он открывает в своем слове и он горит это мой план это мой суверенный план я бог и посмотрите если мы посмотрим не бог ли допускает а можно сказать даже с уверенностью что он был инициатором проблем израильского народа в истории именно как раз в контексте внешних врагов сам бог является инициатором этих проблем и делал это нам для того чтобы народ понял что его проблема не внешне проблема находится внутри самого народа проблема находится внутри человеческого сердца не то что нас окружает но то что внутри каждого из нас друзья я скажу вам больше что проблемы израиля и проблемы каждого человека на этой земле не прекратятся до того момента пока мы не оставим своего видения решения наших вопросов пока не поймем что пока народ не поймет и мы не поймем что его проблема находится внутри нас а победа зависит от господа победа зависит от господа и как я сказал это касается не только израиля это как народа это касается лично каждого человека и все люди будучи несовершенными людьми с греховной природой нуждаемся мы нуждаемся человечество нуждается во внутреннем освобождении это освобождение оно выражается в двух жизненных этапах и первый этап это освобождение от внутреннего этого врага 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 который называется грех или даже правильнее сказать склонность к греху то вот состояние склонности к греху побуждаемая греховной природой человека эту проблему яхве от начала времен определил совершить через своего сына мессию израиля и шо хам шеха и в своем намерении он хочет и дает каждому человеку кто откликается на этот божественный призыв он дает победу над этим внутренним врагом и его божественный план от сотворения мира он развивается для того чтобы привести нас к миссии миссии израиля и дать человеку возможность ступить с ним в новые отношения ступить с ним в отношения которые преобразуют нашу внутреннее состояние изменяя его бог хочет преобразовать нас бог сделал все для того чтобы изменить нас он не хочет с нами кратковременных отношений сама история израиля и заветных отношений с ним она показывает что намерение бога вечны он взял произвел авраама произвел от него народ чтобы показать какими он хочет видеть отношения завет вечный завет нерушимый и вы знаете то что бог хочет сделать в нас в человеке он хочет сделать его новым творением он хочет сделать его таким чтобы это творение отображало его и для этого он хочет вступить с человеком в новые отношения в новый завет в новый завет нерушимый и об этом мы читаем в книге пророка еремии 31 глава вот наступают дни говорит господь когда я заключу с домом израиля и с домом иуды новый завет не такой завет какой я заключил с отцами их в тот день когда взял их за руку чтобы вывести их из земли египетской тот завет мой они нарушили хотя и оставался в союзе с ними говорит господь но вот завет который я заключу с домом израилевым после тех дней говорит господь вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им богом они будут моим народом и этот завет он утверждает верность божию который верен своим словам который верен своим обещанием на протяжении всей истории человека этот цвет уже наступил в мире он наступил но еще не все люди вступили в этот завет две тысячи лет назад царь израиля и шухам и шеях он пришел на эту землю чтобы умереть так как он говорил то что мы читали с вами в начале он пришел чтобы зайти на крест голгофы искупив нас от наших грехов он одержал победу и передает эту победу всем тем кто верит в него ее надо принять верой но и знаете я скажу вам что господь он хочет в своем желании как это показано в канукальной истории он хочет очистить храм человеческого сердца он хочет поселиться в этом сердце вы или мы читаем и будет после того излию от духа моего на всякую плоть излию от духа моего на всякую плоть бог хочет поселиться своим святым духом в человеческое сердце чтобы его дух святой он писал его закон на скрижалях наших с вами сердец знаете что нам надо сделать только единственное как людям нам надо оставить свои предпосылки свое понимание свое видение того как бог должен это совершить бог показал как он это сделает явление машиаха это было план который описан для нас что надо сделать я скажу проще это это инструкция для человека его пример его жизни это пример его жизни для нас его пример его смерти его уничижение это пример для нас я не говорю чтобы мы умирали как он но я говорю о том что мы должны быть готовыми уничиженными как это был было у него и знаете самое главное какое человеческое уничижение когда он говорит я готов свое я поставить на второй план я готовить готов свое я поставить на полочку и я говорю бог мой ты действуй я соглашаюсь с тем что ты хочешь смотрите друзья для тех же кто уже сделал этот прошел этот этап встречи с богом есть еще один этап важный этап 2 этот этап подразумевает хождение в победе которую ешуа хамышех совершил на кресте голгофы он достигается через понимание того через постоянное понимание и ношение в своем сердце может быть это как-то будет звучать так пафосно но через понимание и постоянное сохранение в своем сердце того что сделал ешуа для ради нас пониманием того о том что мы говорили с вами на прошлом в прошлую саботу что мы не свои мы куплены драгоценную цену его крови мы не принадлежим себе он заплатил за нас цену он искупил нас своей кровью он искупил нас своей жертвой и друзья я скажу что есть еще один важный момент в этом вопросе в нашей жизни я обещал об этом вопросе сказать в прошлый раз надо исполнять желание потому что написано в слове да будет у вас да да нет нет а все остальное от лукавого поэтому скажу вам то что хочу сказать помните мы читали послание к римлянам 12 главу 1 2 стих и получилось у нас поговорить только о первом стихе я сейчас прочитаю еще раз эти стихи и так умоляю вас братья мои милосердием божьим представьте тела ваши в жертву живую святую благоугодную богу для разумного служения вашего и 2 стих и не сообразуйте сверхом сим но преобразуйтесь обновлением у вам ума вашего чтобы вам познать что есть воля божия благая угодная и совершенная друзья хоть мы и живем всем веке но бог хочет чтобы мы не сообразовались с веком сим что же это такое интересное слово все образовались и значение этого слова формируйтесь становитесь соответствующим так вот если перефразировать бог не хочет чтобы после получения нами внутреннего про преобразования мы опять не начали формироваться мы опять не начали соответствовать и становиться соответствующими этому миру потому что он взял нас из этого мира отделил он сделал нас святым народом осветил свою жертву и говорит вы другие своем слове он говорит не сообразуйте свеком сим не сообразуйте свеком сим но преобразуйтесь обновлением ума вашего и нас есть возможность этого дела это делать потому что бог дал нам новую природу которая способна преобразоваться она способна он все дал нам необходимое чтобы мы могли преобразоваться став подобными ему преобразовываться в его образ для блага других людей друзья знаете что интересно что своим своим актом любви своей жертвой ешуа он настолько нас приблизил к богу он настолько на что у нас есть возможность уже непосредственно его близости понимать какова же его воля она благая она угодная и она совершенная и это важный момент чтобы мы не забывали что что-то получив вступив в завет в этот новый завет о котором я говорил есть в этом завете условия определенные как в любом завете бог выходит на встречу человеку и в этом является его благодать он дает ему хотя мы не заслуживаем этих отношений он делает нам шаг на встречу и говорит я даю тебе руку свою я даю тебе сердце свое ешуа сказал я даю тебе жизнь свою ответь но как в любом завете бог говорит твой ответ это есть исполнение воли моей которая благая угодная и совершенная большая воля для вас она именно таковая вы знаете друзья история израиля в пост хануккальный период рисует нам немножко другую картину я думаю это произошло именно потому что народ так как раз не понимал определенных вещей что то что бог сделал его освобождение оно требует определенных действий с нашей стороны и после духовной победы над врагом мы видим что хасманеи династия хасманеев это духовные лидеры израиля чем они занимаются они не производят какой-то духовной реформы мы видим на протяжении сто лет как вот это вот порыв благой порыв очищение храма освобождение освящение жертвенника он переходит во внешне политическую борьбу он переходит в решение личных вопрос вопросов своего царства и своего священства даже потому что они были и царями и священниками и вы знаете их правление закончилось через сто лет и закончилось оно как раз с того что с чего началось если вы вспомните историю то в шестьдесят третьем году до нашей эры рим захватил израиль и помпей язычник вошел во святое святых осквернив его ханука в которой принимали участие ключевое хасманеи которая была предназначена для очищения храма освящение жертвенника и посвящение храму богу их история закончилась тем что храм был осквернен осквернен опять слава богу по милости божией господь не допустил такого глобального угнетения такого глобального наступления на веру иудейскую и помпей одумался он на следующий буквально очень быстро возобновил храмовое служение но в этом милость божия в этом просто была явлена милость божия и вы знаете интересно то что сама эта ситуация из истории она показывает очень интересный признак сообразование и или формирование жизни по принципов этого по принципам этого мира она приводит опять к захвату твоей жизни врагом чтобы этого не не происходило необходимое постоянное преобразование человеческого ума потому что твой очищенный храм потому что той освященный храм став местом поклонению богу незаметно для тебя может опять превратиться вместо поклонения идолом и этим идолом может быть кто хочет это может быть твоя твоя работа твой бизнес твои дети твоя семья вариантов можно перечислять и перечислять происходит это незаметно друзья и сам бог показывает в процессе формирования изру израильского народа это будучи избранным богом народ народом 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 завета который был призван для того чтобы сыграть как раз ключевую роль в истории человечества в истории восстановления отношения человека с его творцом мы видим что очень часто народ переводит свой фокус с завета на кратковременные проекты какие то и если мы вспомним историю даже царей израильских до вавилонского пленения то мы видим что даже в тот период когда возникают благочестивые цари то их проекты почему-то краткосрочно имеют действие и вот эти вот краткосрочные проекты они привели как раз к тому что народ был уведен в плен кто бы не кто был инициатором этого плена враги бог допустил это чтобы изменить что-то в сознании народа и хануккальная история показывает божьи намерения по отношению к своему народу у него вечные намерения и именно бог в своем суверенном решении а не человек во время события очищения храма он вмешивается в эту историю и производит духовную победу над врагами израиля не знал ли бог дальнейшую историю знал но он показывает свою суверенную волю вмешивается и одерживает эту победу заслужил израиль тогда это конечно не заслужил он не заслужил этого это была суверенная воля божья которая вылилась в незаслуженным даре это дар божьей благодати был на тот период для его народа но что мы видим духовная победа произошла а все что-то идет не так вот произошла победа но что-то не то и если посмотреть вообще историю для нас опять это хороший очень пример когда мы начинаем фокусироваться на внешних каких-то наших проблемах то у нас не находится времени на духовной жизнь на нашу духовную жизнь а это приводит к тому что наши проблемы которые нам кажутся проблемами могут стать еще серьезнее когда мы чего-то не понимаем бог нас учит потому что он нас любит он любящий отец и он не оставляет нас он будет учить нас до скончания века я попрошу пожалуйста группу музыкантов выйти мы подходим потихоньку концу я не хочу вас сильно задерживать сегодня у нас сегодня насыщенные событиями служения но хочу заканчивая сказать еще важные вещи знаете что удивительно удивительно то что люди не хотят учиться у истории вот почему то нам не хочется заглянуть там на сто двести тысячи лет назад взять уроки и не повторять их когда я начале своей проповеди прочитал текст в нем не было описано одной категории людей эта категория людей она присутствовала они были сторонними созерцательными всего что происходило разговора машеха и иудеев я думаю это мой медраж это мое понимание но я думаю что возможно где-то они и были инициаторами этого вопроса ты ли машех израиля вы знаете эта категория это были фарисеи фарисеи которые были правящим кругом тогда в народе они были у власти и именно эти учителя и блюстители закона блюстители духовной жизни израиля не приняли того кого ожидал весь израиль но этому было объяснение этому было объяснение друзья они были ориентированы на внешние проблемы они были ориентированы на внешнем враге и вы знаете не про они не просто так что они ориентировались на нем они вкладывали все свои силы в решение этих проблем они вкладывали Были колоссальные деньги, чтобы регулировать вопросы отношений с Римом. Колоссальные усилия были ими вложены. И тут приходит тот, кто может нарушить их планы. Потому что в своем сознании они уже построили картину, что должно произойти. И слова, которые говорит Ешо, они не смогли принять. Друзья, когда мы с вами начинаем фокусироваться на внешнем, то времени наистинное не остается. И сегодня, смотря на праздник Хануки, мы можем видеть просто одну очередную из историй израильского народа. Мы можем видеть прекрасный восьмисвечник, который называют Хануки, на котором горят свечи. Стоит центральная свеча, шамош, служка. Мы можем покушать пончики сейчас после собрания и пойти домой. И это будет всего лишь внешним переживанием праздника. Но Бог хочет сегодня для многих из вас, чтобы это было действительно Ханука. Его победа. Его очищение. Его освящение. Бог хочет, чтобы вы пережили настоящую Хануку. Хануку в свете слов пророка Еремии. В свете Нового Завета. В свете новых отношений с Богом. Потому что та Ханука, которая произошла во втором веке над внешним врагом, через 200 лет, была совершена, но уже над внутренним врагом, над грехом, была совершена, Ешуэр, Мессия Израиля. Царем Израиля. Мелых Израиль. Подобно как тогда храм был осквернен, так и человеческие сердца осквернены грехом. Но Ешуам Ишех пришел на эту землю, чтобы очистить наш храм от греха. В послании евреям написано. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держа все славою силой своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесною величия на высоте. На кресте Голгофы Ешуа очистил нас от грехов. На кресте Голгофы он осветил жертвенник нашего сердца. На кресте Голгофы он сделал все, чтобы мы с вами были посвящены ему, посвятив свою жизнь вечному завету, нерушимому завету в крови Ешуа Мессии. В послании евреям, 10 главе написано. По сей-то воле освящены мы единократным приношением, принесением тела Иисуса Христа. Он посвятил, осветил наши тела. Всякий человек, который принимает его жертву, получает освящение от Господа. Я прочитаю еще последние стихи, которые говорят нам о Машехе. Но Машеях, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершенную скинию неракотворную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропления освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми пачи, кровь Мессии, который духом своим принес себя, непорочного Богу, очистил совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. И сегодня праздник духовной победы над врагами Израиля. Вы можете сегодня, друзья, получить эту победу, если вы понимаете, если вы понимаете в своем сердце, что несмотря на то, что вы вроде хороший человек, ничего вроде плохого и не делаете, но вы понимаете, что вы неправы перед Богом. А я думаю, что когда мы приходим в Его присутствие, то мы все понимаем Его неправоту, нашу неправоту, а Его правду. Мы все понимаем, что мы, может быть, люди и хорошие, но все мы согрешаем. Об этом говорит нам Его Слово, даже если мы где-то, может, этого не понимаем, но Его Слово, оно говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Никто из нас не достоин входить в Его присутствие, но Он делает нас достойными через жертву Ишуа Мессии. Нам только необходимо откликнуться на этот призыв. Нам надо только согласиться с тем, что есть что-то в нас, что очень далеко от Бога. Это наша внутренняя природа. Греховная сущность, она настолько отдаляет нас от Бога, что мы становимся несообразимо далеко от Него. Но Он говорит, Сын мой, дочь моя, я хочу сделать тебя близким ко мне. Я хочу войти с тобой в новые заветные отношения. Для этого мой сын, Ишуа Машея, пришел на эту землю, оставив славу небес, был уничижен, умерев на кресте Голгофы, пролил свою святую кровь для того, чтобы вы могли иметь с Ним отношения. Отношения завета, отношения вечные и нерушимые. Бог призывает вас сегодня, кого-то, может быть, на этом месте, призывает к тому, чтобы войти в вечные отношения, оставить краткосочные проекты, войти в вечные отношения с Богом. И если есть на этом месте такие люди, я прошу, выйди вас вперед. Мы помолимся вместе с вами. Если вы стесняетесь, вы можете встать на своем месте, встать на свои ноги, поднять свои руки к Богу и сказать, Ишуа, прости мне мои грехи. Я осознаю, что я неправ перед тобою. Войди в мою жизнь, будь моим Господом и Спасителем. Для тех же, кто сделал этот шаг в своей жизни, я хочу сказать, что сегодня нам можно вновь обновиться в его победе. Вновь обновиться, верив в того, кто даровал нам победу над врагом. И прославить его. Еще больше славить ему. Еще больше служить ему. Еще больше быть посвященным ему. приставив свое тело в жертву живую, святую, благоугодную, для разумного нашего служения. Давайте мы встанем на наши ноги. Давайте мы встанем и поклонимся нашему Богу. Если кто-то нуждается в молитве, выходите. Если кто-то хочет посвятить свою жизнь Богу, выходите. Это ваше время. Бог хочет даровать вам победу. Если кто-то хочет утвердиться в посвящении, выходите. Бог хочет утвердить вас в вашем посвящении. Субтитры создавал DimaTorzok